Вот я всю ночь модели смотрел, всю ночь, понимаешь, как я думал, маньяк-то изстроили, понимаешь, то есть, ты понимаешь, в чем их там было, штук 30, там, блин, самый большой. Я для себя открыл, что мне нравится людям дарить мечты. Ну, вот так вот я реализовал возможность дарить мечты, скажем так, в своей жизни. Мы ездили в Болгарию на тракторный завод, и я попала к Ванге. Для нас питерская выставка – это то же самое, что для Лукашина посещение бани. Смотрю, что не хватает места в гардеробе, и там уже вещи просто навалены в кучу. Каждый год в конце марта мы ездим в Питер на выставку. Я стесняюсь всех этих таких мероприятий, поэтому вот так вот дома там что-то попиливаю, а публично еще дальше своего города не выезжал. Делайте то, что нравится, даже если страшно. А дальше, что сломал, сам учени. Выставка, она свершилась в тот момент, когда она открылась. Но как только она открылась, уже начинаешь готовиться к следующей. Ну, мы вот так вот как-то и живем. Если была бы, наверное, вторая жизнь, я, наверное, тоже бы ее провел на железной дороге. Я знал, что этим вопросом закончится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Напрасно Питер ругают за переменчивую погоду. Летом мы надеваем ту же куртку, что и в декабре. Уже много лет у железнодорожных любителей в городе-на-Неве существует негласная традиция. Пока не пройдет выставка моделей, весна не наступит. В этот раз выставка хоть и была юбилейной, 30-й, матушка природа сию традицию проигнорировала. Тепло на улице пришло несколько позднее. А вот весеннее настроение, царившее среди участников и посетителей, ощущалось сполна. Круглая дата выставки заставляет нас вспомнить о былом. Хоть среди наших друзей присутствуют люди разных поколений, наш первый вопрос для всех был одинаков. Я тогда учился в приличном специальном классе, 229-й спецшколе на переулке Бойцова, фактически рядом с музеем. И совершенно случайно, проходя мимо музея, думаю, зайду очередной раз в музей, любил куда заходить. И смотрю выставку в небольшом зальчике, где раньше был метрополитен. Вдруг смотрю модели. Меня так это удивило, что кто-то делает модели наших советских локомотивов. Я думал, что я один такой ненормальный, пытаюсь это делать. А посмотрел, что есть люди обалденно высокого качества это делают. Я понял всю свою несостоятельность в этом отношении. Понял, что это не мое. Как говорится, мне нечего тут пытаться поймать с такими мастерами. И переключился уже на масштаб один термомод. Если вспомнить, где я был 30 лет назад, то, во-первых, я 30 лет назад занимался железнодорожным моделизмом. И находился, наверное, тоже в Санкт-Петербурге, тоже на очередной выставке. Так что история выставки и моя история, она, в общем-то, идут параллельными путями. 30 лет назад я работала в ЦНИТА, в такой институт топливной аппаратуры. У нас был. И он и есть сейчас. И мы работали над такой престизионной аппаратурой топливной, которая шла потом в дизеле. Даже наш институт, кстати, работал над бураном, над двигательным бураном. О, вспомнил, 30 лет, это было так давно. 30 лет назад я работал начальником Ленинград-Витебской дистанции пути. Первый, вообще в России, первого участка железнодорожного пути, с которого и начиналось все железнодорожное дело в нашей стране. В 1837 году, благодаря усилиям Антуана фон Герстнера, австрийского подданного чеха по национальности, была построена железная дорога в Санкт-Петербург, Царское село и до Павловска. Вот на этом участке я и трудился. Но перед этим я, значит, ездила в ГДР, к брату, он там работал, и в вагоне познакомилась с Крюкером, Готфридом. Он вез своих учеников в одном вагоне, и как-то так вот ля-ля-та-па-ля. Потом, значит, когда меняли, там, эти самые, в Польше, на границе, меняли тележки, он мне там начал рассказать про тележки, там, что вот, спрашивать, как, что. Для меня тележки, ну, тележки, тележки, меня это меня. Ну, вот, ну, в общем, как-то мы вот так познакомились, обменялись адресами. Все, я уехала, да, он поехал на Запад. На этом закончилось все дальше, работа дальше, все такое. Потом, через год, он приезжает в Питер опять, значит, уже, ну, это самое, с очередной группой. Находит меня, и ему надо, значит, срочно найти Демина, потому что кран, был такой-то кран сделан Демином. Значит, вот как его найти, мне нужен такой кран. Давай, через адресное бюро находим мы видео, встречаемся, значит, кранами обмениваться, там, разговорами и так далее. Вот такое, такая я, таким образом я оказалась, в общем, в компании моделистов. 1993, знаешь, это был, с точки зрения увлечения моделизмом, это был тяжелый год, после которого, после которого у меня началось бурное возвращение в моделизм. То есть вот в 94-м году, после поездки в командировку в Англию, тогда посмотрел там и железнодорожные музеи, и железнодорожно-модельные музеи. И даже удивился тому, что в Англии можно купить модели ТТ, и английского, и американского, и европейского производства. И мне там удалось даже денег заработать на переводах. Я практически на все деньги, которые заработал, купил модели, приехал к себе домой радостный и счастливый, и с этого момента началось мое возвращение в активный моделизм, который, в принципе-то, было достаточно долгое время таким вялым. 30 лет назад, я думаю, что я находился в это время на Садовой 50, и занимался примерно тем же самым, то есть выставкой. Ну, работал на паровозах, в частности, на нововечке, которая на Димео вышла, 324-е. Где-то еще явно не здесь. И не в этом мире. 30 лет назад в утробе мамочки любимой находился. Нет, 30 лет уже нет. 30 лет назад я находился в Ереване, где, собственно, и родился, откуда переехали мы, в мои 6 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помню, как это даже вот эти, даже зрительно помню, вот эти модели вот этого Вадима Воронина, типа размере, вот N, его там паровозы. Меня настолько поразило качество изготовления, что я вот сколько дней она была, я столько дней туда ходил, и там буквально по часу зависал у этих витрин. То есть я помню эту первую выставку. Помню. Самое потрясающее в первых выставках было, это то, что это модели наших локомотивов, наших вокзалов. И когда, бывало, придешь в клуб, в ЦДКЖ, а там стоит макет нашей тематики, железной дороги. Это совершенно ошеломляло. Это светофоры наши, сигнализация наша, и вагоны наши непековские. Ну вот первая это была в Берлине, мы приехали, только еще был некрашенный вагон, и мы его представили в Берлине, и Крюгер тогда выставил там на каком-то это. Вот это была первая выставка, и меня вдохновило, что все немцы были в восторге. О, в России вагон, а в эндорфовский, ну и так далее. И когда я слышала эти все вопли восторженные, конечно, думаю, надо делать, раз оно нравится. Это первое, а дальше следующим ошеломляющим моментом были поездки на выставки за границу. Вот это поездки в Венгрию, в Польшу, дружба с польскими моделистами, там с Анжием Жезовским, который в свою очередь позволил ведь потом выезжать туда и паровозникам, и фотографам, опять же с моделистов, все началось. Не говоря уже о том, что клуб-то назывался железнодорожного моделизма. Конечно, первые выставки были, мягко говоря, скромны. Они радовались и этому, но, как сказано в Евангелии, радуйся малому, тогда и большое придет. Вот оно и пришло. Появлялись модели, и появлялись новые идеи, и появлялись коллективные поездки, которые немало способствовали вовлечению новых членов. Собственно, тогда, мне кажется, численность увлеченных железной дорогой, железнодорожным моделизмом медленно, но верно росла. Ну, если раньше все же помнят, что это была одна комнатка, это было витринное экспонирование подвижного состава разного масштаба. И на это, ну, может быть, два-три модуля макета. А сейчас мы видим, что, во-первых, у нас модульное направление очень сильно развито, да, и у нас даже выставочные образцы отражают полный спектр, да, то, что есть. Поэтому я считаю, что сейчас у нас выставка наиболее полноценная. Единственное, что нам не хватает – провести какой-то конкурс. До этого был зрителем, а в эту 30-ю юбилейную выставку стал участником вместе со своим высококолейным трамваем. Сказать, что что-то поменялось кардинально, возможно, мое внутреннее, так сказать, осознание того, что я сейчас стал частью большого этого механизма, это, безусловно, приятно. Это просто безмерно приятно, и это будет очень приятным воспоминанием. Я надеюсь, что данная традиция участия уже в этой трамвай-выставке станет, так сказать, традицией. Как это говорится, люди не изменились ничуть. Дети хотят делать модели и смотреть на движущиеся локомотивы. Взрослые хотят делать серьезные, точные модели-копии, а все остальные просто желают приобщиться к этому удивительному миру, потому что тяга к железной дороге, как вот явлению, мировому явлению и человеческого гения, и человеческого технической мысли и культуры, до сих пор еще, на мой взгляд, не объяснена и не изучена никем. Ну, на мой взгляд, прямо сильный скачок за последние 3-5 лет, прямо кратный, что в модели строения, что в развитии модульного движения. Ну, с одной стороны, конечно, я могу за себя говорить. Для меня выставки превратились, конечно, в рутину, в некую. То есть, если раньше каждая была праздником и событием в жизни, то постепенно это чувство, ну, несколько стало угасать. Может быть, зря. Очень жаль. Но, с другой стороны, мне приятно, что, в общем, вырастают и новые люди, которые приходят на эти выставки, во многом благодаря этим выставкам. Очень радует то, что появляется большое разнообразие, и люди больше обращают внимание на качество, имея технологии. Вот с развитием технологий я вижу, что приходит больше качества, ну, и больше, соответственно, единомышленников, которые это все видят и делают. Мне хватит этих впечатлений еще на год. Вот, я уже третий год стараюсь сюда попасть со своими моделями, но третий год у меня свои какие-то проблемы, и, к сожалению, никак я их не довезу сюда. Но я стараюсь, что в будущую выставку обязательно они у меня приедут. Выставка удалась. Во многом благодаря инициативе наших друзей и коллег, которые впервые представили петербургской публике модульный макет в типоразмере H0. Как мы видим, основное внимание юного зрителя привлекают не паровозы, а модель Сапсана. Это не попало в кадр, но дети висли на ограждениях, когда Сапсан проезжал по модулям. Как все изменилось за 30 лет с момента открытия первой выставки? Наши участники вспоминают, что это было за время. Для меня это было очень хорошее время. Для меня это было время надежд, в общем-то, причем не только личных надежд, а и общественных. И я вспоминаю это время с большой теплотой, честно сказать. На самом деле люди были полны энтузиазма. Несмотря на неудачи, которые произошли там с молодежной организацией всем известной, развивался музей в Петербурге. Туда ребята собирали экспонаты, им можно было помогать. Очень был такой интересный большой подъем. Опять же, развивавшийся в Москве интертрек собирал экспонаты. То есть точек приложения усилий было много. Было еще чего поднять. Были паровозы интересные, были вагоны. Было время возможностей. Вот реально было время возможностей. Это было переломное такое время, когда с одной стороны открывалось много возможностей, но нужно из этого обилия возможностей было выбрать именно те, которые были бы продуктивными. Потому что было масса непродуктивных возможностей. Но об этом никто не знал. Дело в том, что, на мой взгляд, в 90-е годы, от начала 90-х годов, любительское движение было просто, изобиловало настоящими пассионариями в этой области. Это было как время некой такой эйфории, когда наконец-то открылась возможность полностью, собственно, понять свое предназначение, ну, например, в таком направлении, как спасение российской железнодорожной истории, как сохранение исторического наследия. Причем не нужно было, собственно, добиваться каких-то специальных разрешений или, допустим, указаний горкома партии о сохранении ленинского паровоза. То есть достаточно было собственного осознания, что это очень важно для людей, важно для тебя, важно в целом для страны. То есть на самом деле, вот если уже более серьезно оценивать на протяжении 30 лет то, что происходило в моей жизни вот в области железнодорожного моделизма и истории железнодорог, это, скорее всего, эти года, это было время действительно такой некой эйфории, некой, ну, такой радостных надежд, когда наконец-то удалось реализовать многие свои жизненные устремления в области, в том числе и сохранения железнодорожной истории и моделизма. Я сидела, слушала, говорю, так а чего присылать? Давайте будем производить сами. И Крюгер это вот как-то, ну, как предприниматель, конечно, он это услышал. И когда мы разошлись, он ко мне говорит, а узнай, как, что, сколько будет стоить сделать такую-то форму, такую-то. Дал мне какие-то детали, там, корпуса, узнай. Я на Ленкарзе, естественно, пошла там, да, мы, да, делаем, в чем дело, конечно. Будет стоить там столько-то. Я докладываю, что делаем производство у вас все, значит, потому что для него эти цены были учитель. Ему можно было это все тут запустить вполне. И он вот пошел на такое дело. И мы открыли наше предприятие. Получилось, что тогда начинались вот эти ретро-туры. И с учетом того, что к нам плынули иностранцы, паровозы вдруг стали нашим чиновникам нужны для получения каких-то денег. И за счет этого дали ими заниматься, восстанавливать. Начало возрождаться паровозное движение. Для туристических целей паровозы стали использоваться. И как самый старый сохранившийся паровоз был у нас ОВ-324, которая находилась в филляндском депо Ленинграда. Санкт-Петербург уже потом филляндский. Много чего было в 93-м году. И война в Москве была. Я как раз в это время пошел учиться на права в дорожную школу. А про эту выставку я еще даже ничего и не знал. По-разному можно оценивать то время. Значит, для Октябрьской железной дороги, на которой я в это время трудился, это был сложный период, тяжелейший период, в общем-то, потому что грузы двинулись в эту сторону, в порты. Представляете, дорога не была готова к такому развитию. И поэтому требовалась срочная модернизация железнодорожного пути. И нам пришлось очень много и серьезно трудиться. И, соответственно, благополучно прошли эти годы. Мы смогли вытащить железнодорожное хозяйство, путевое хозяйство, я же путеец. Нам удалось вытащить его из, в общем-то, неудовлетворительного состояния, можно сказать, почти в отличное. Я надеялся на то, что, в общем, практически осуществилось в конечном итоге, что мы станем делать отечественные модели. В то же время надо не забывать то, что тогда была свобода. Тогда была воля. Я работаю начальником дистанции пути. Я подписывал контракты с зарубежными фирмами. Ну, небольшие контракты, да, небольшие, но я подписывал прямые контракты. И за это расплачивались валюты. Сегодня это непозволительно даже начальнику дороги. Леонид Михайлович, я вам скажу так. Каждый человек с годами, когда решены многие проблемы, проблемы карьеры, решены проблемы материального обеспечения, ну, тогда человек задумывается о своем предназначении. Вообще, для чего он родился? Не для того же, чтобы работать, зарабатывать, значит, кушать, спать и побереть спокойно. Потому что кушать, пить и, соответственно, дальнейшие результаты этого процесса, это, конечно, очень важно. Но этим от животного человек не отличается. А вот, чтобы отличаться от животного, надо творить. И в этом отношении, если этих выставок не будет, то подумать об этом, я бы сказал так, искренне очень грустно. Дело в том, что я когда-то давным-давно, еще работая в Синита, мы ездили в Болгарию на тракторный завод, и я попала к Ванге. Она мне предсказала. И Крюгера предсказала. И, ну, как-то вот что-то все сбылось. Изначально я хотел стать баскетболистом. Но, когда первый раз я покатился и пощупал, потрогал, поуправлял немножечко, это кардинально изменило. Абсолютно. Скорее всего, я бы связался с флотом. У меня отец военный моряк. И, действительно, когда я жил в Калининграде, он бы брал меня на военно-морскую базу в Балтийск. Мне корабли нравятся. Но мне и сейчас корабли нравятся, конечно. То есть, конечно, это тоже целый мир, но... Даже не подозреваю, если честно. Нет какого-то второго увлечения, которое было бы равнозначно моим. Это не увлечение железная дорога, это душевное состояние. Я бы стал заниматься железнодорожным моделизмом немножко еще раньше. Не знаю даже. Может быть, я был бы счастливее, может быть, нет. Ну, как получилось, так получилось. Менять не хочется. Не знаю. Не хочется, конечно, о плохом. Но, по-моему, это занятие помогло мне в лихие 90-е не спиться. И правда, не будем о плохом. Радует то, что на выставке большое количество юных и совсем маленьких посетителей. Есть надежда, что еще через 30 лет на выставке железнодорожная модель 2053 они станут полноценными участниками. Мы решили записать для них послание из прошлого и попросили наших друзей обратиться к ним с напутственным словом. Я им желаю, чтобы, не дай бог, никакие суетные, не дай бог, требования. Там, типа, сложности на работе, там, отношения с женой, там, что-то еще. Потому что это все не божие. Это все на земле останется. А модель-то нет. Это уже близко к небесному. Как-то, главное, вот эту нить не потерять и отстоять в своей жизни. Я, конечно, для молодых хотел бы пожелать, чтобы они через творчество получали профессию. Да? Почему? А те, которые получили профессию, да, неважно, железнодорожная она или не железнодорожная, они бы получали эмоции. Вот такой вот замкнутый цикл. От эмоций к профессии, от профессии к эмоции. Сохранить это вдохновение, которое ими охвачено, которое обогащает их жизнь и которое их во многом спасает. Кстати, члены семьи иногда даже не подозревают, какой спасительный момент несет в себе вот эта модельная деятельность. Вот этого я желаю больше всего. Здоровья и побольше денег на это, на все, что бы хватало. Ребята, я горжусь вами. Что я могу еще сказать будущему поколению из глубины веков? Если они смогли спустя 30 лет заниматься прикладными вещами, заниматься, я не знаю, книгоиздательством, пускать бумажные журналы там, вот, делать вручную модели, когда кругом 3D-принтеры стоят. Конечно, ребята, я горжусь вами. Что я могу еще сказать? Ну что, увлекайтесь, ребята. Потому что увлечение – это всегда положительные дела для человека. Не бойтесь и творите, ведь все зависит именно от вас. Ведь многие трудности – это лишь трудности мнимые. А, говорится, глаза боятся, руки делают. Да, неудачи иногда встречаются на пути, но никогда не останавливайтесь. Если вы взялись за это, то, знаете, любые цели, они досягаемы. Это лишь вопрос времени и подхода, с которым вы к этой цели подходите. Дерзайте, получайте удовольствие от своего увлечения, и оно поможет вам с обратной стороны. Оно поможет вам в ответ. То есть ваше увлечение всегда будет с вами, и в то же время вы, собственно, будете в определенную степень защищены от многих жизненных, скажем, иллюзий, и искушений, которые в современном обществе сейчас в большом количестве преследуют людей, зачастую не окрепших еще и не осуществивших свой выбор или в профессии, или в творчестве, или вообще в увлечениях. Делайте то, что нравится, даже если страшно. Не надо лениться. Ну, то есть все. Надо заниматься любимым делом. Ребята, не бросайте это дело, оно очень интересное. Субтитры подогнал «Симон»